Всем привет! Это Лида. После 25 февраля я всегда начинаю сеять на рассаду перцы и баклажаны. Почему так поздно? Потому что я не люблю, когда рассада перерастает. Позже, когда с бутончиками. Мой многолетний опыт подсказывает, что приживаются такие растения хуже, плодоносить начинают позже. Поэтому лучше не дорастить, чем перерастить. Определенные сорта я не выбираю. Ни перцы, ни баклажаны особо так. Баклажаны так вообще беру первые, какие мне понравились на витрине. Потому что они всегда удаются. Проблем с ними не возникает. Главное вовремя полить. В этом году взяла пучковое семейство. Гибридный. Такой замечательный сорт. И на всхожесть положила, отлично всходит. Может кто-то захочет его взять. Вот, отлично. Прямо 5 дней прошло и замечательные уже всходы. Я думаю, через неделю они как раз уже все и взойдут. Перцы. Вот этот перец я брала в прошлом году. Тоже постоянно сорта меняю. Как-то не привязана к одному сорту. Но брала в прошлом году. Понравилось я взяла еще раз. В прошлом году он сходил не очень хорошо. Вот именно этой фирмы. А в этом году тоже всходит так же. Не очень так себе. Как бы вот у меня из десятка семян почти всего 2 штуки взошло через 5 дней. Проклюнулись. Это, конечно, слабенький результат. Но сорт нравится. Поэтому я решила его все-таки в этом году посадить. Уже что взойдет, то взойдет. Взяла еще вот такую большую переменную гибридный сорт. Но я всегда подстраховываюсь хотя бы одним гибридом. Потому что они меньше болеют. Хотя сорта вкуснее, на мой взгляд. И вот такой сорт сладкий нового Гагашара для фаршировки низенький. Я его не пробовала. Я пробовала Гагашары. Острый перец. Отлично растет. Замечательный сорт. Поэтому попробую еще и сладкий похожий. Это о сортах. Теперь как я готовлю к посеву семена. Вот на такие вот ватные диски раскладываю семена. Сколько мне надо. Закрываю. Вот таким образом. Укладываю в любой пластиковый контейнер. Вот это у меня контейнеры от теста для лепки. Очень хорошая штука. Маленькие, удобные. Плотно закрываются. В принципе, можно любые пластиковые контейнеры. Лишь бы их можно было помыть. И плотно закрыть крышкой. Заливаю хлоргексидином часа на 2-3. Очень хороший антисептик. Недорогой. Все, что я пробовала, мне он больше всего нравится. На всхожесть он не влияет. Как видите, если семена хорошие, то они прекрасно сходят. Эти баклажаны прям замечательно проклевываются. После того, как продезинфицировали семена, их беру прям вот так, как они сложенные, достаю, складываю еще раз и под кран. И промываю. Прям вот отжимаю, отжимаю, отжимаю под краном вместе с семенами все вот это. Потом окончательно выжимаю все. Укладываю обратно в контейнер в сложенном виде. И на неделю. Неделю я их не трогаю. Все, что зашло через неделю, я высаживаю, чтобы проклюнулось. Все, что не проклюнулось, они слабые, очень слабые. И толку с них особого не будет. Будете с ними нянчиться, нянчиться, толку мало. Для того, чтобы потом они у вас росли, берете семечку и высаживаете. То есть, делаете вот такую вот ямочку. Но у меня грунт уже смоченный, я его потом не поливаю. Хорошо смоченный грунт. Делаю ямку, кидаю туда семечку. Ямка не глубокая, сантиметр, может, чуть-чуть больше. И засыпаю. Все. Потом это все закрываете пищевой пленкой, пока начинают сходить. Как только появляются на поверхности петельки, это будет скоро, пленку снимаете и ставите вот эту всю конструкцию на самое-самое солнечное окно. Днем на солнышке, на окошечке, на ночь досвечиваем. То есть, ставите под любой осветительный прибор. Это может быть... Ну, вот у меня светодиодная лампа обычная. Вот стоит у детей, они уроки под ней делают. Можно любую лампу, любую, лишь бы свет был. То есть, круглосуточный свет, первую неделю. За это время они окрепнут, подтянутся, прям такие бодренькие будут. И потом уже можно их не досвечивать, оставлять их просто на самом солнечном окне. К этому времени уже и весна наступит, и солнышко побольше, и день подлиннее. Ну, то есть, все уже будет у них и так замечательно. Как только листики начнут смыкаться, то есть, вот она рассада у вас подрастает, и листики начинают касаться друг друга, сразу же пересаживаю, вытаскиваю их оттуда. Ну, то есть, у меня такие самые дешевые контейнеры, их можно и просто вот отрезать, и вот вытряхнуть. То есть, я в это чуть подсушиваю, вытаскиваю, и пересаживаю вот в такой большой контейнер сразу. То есть, перевалку я делаю один раз. Это балконный ящик, размером, вместимостью, точнее, 8 литров. В него влазит 4 растения. Не обязательно это будет ящик с автополивом, это просто я в этом году не нашла подешевле. Надо было добавить. Мне их уже несколько, они несколько лет служат, и замечательно. Не ломаются, не портятся. Храню их в темном месте, на солнце не оставляю. После того, как рассаду высадила, и все прекрасно. Значит, вот в ящик влазит 4 растения, по 2 литра на растение из расчета. Высаживаете вот с краю, еще с краю, и посередине 2, на равном расстоянии. Потом при высадке в грунт, просто разрезаете, вот так вот, лопаткой корни, и вытаскиваем, они прям таким кубиком вытаскиваются, уже хорошо все проросшее, там земли почти не остается. И замечательно все приживается. Ну, собственно, на этом и все. Если будут какие-то вопросы, пишите. Если у вас есть опыт выращивания с меньшими хлопотами и с большим результатом, или хотя бы с таким же результатом, то я рада буду вас услышать, рада буду вашему опыту. Всем пока, до встречи. Ваша Лида.